Приветствую вас, давайте мы разберем ваш вопрос. Вы с парнем встречаетесь 10 месяцев, но ваши отношения уже стали бытом. Значит, как вернуть, спрашиваетесь. Вы спрашиваете, как вернуть старые отношения. Как вернуть в страсть? Ага, вы знаете, вот в зависимости от того, на что вы настроены, да, в зависимости от того, на что вы нацелены. Я думаю, что вам можно дать несколько ответов. Ну, во-первых, конечно же, самое главное, что нужно понять, это то, что... Если отношения уже стали, ну, вот, чем-то определенным, да, то есть, уже ушла в страсть, вот. Это значит, что первичная влюбленность прошла. И процесс этот, сам по себе, он, в общем, нормальный. Это естественно, 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 что ваши отношения, они сейчас претерпевают изменения. Потому что, по-другому быть не может. К сожалению, то, что у вас пропала страсть, и вас это тяготит, явно тяготит, тяготит. Существует о том, что помимо взаимодействия друг с другом, как вот мужчины и женщины, да, помимо этого взаимодействия, у вас, по сути дела, больше ничего нет, видимо. То есть, все отношения держались только на, вот, по сути, страсти, на, по сути, влюбленности. А что общего между вами? Есть ли между вами что-то общее? Если что-то, что вас, например, объединяет, что вас сближает. Если что-то, что вы делаете, допустим, 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 вместе, что вы делаете, допустим, ну, скажем так, исключительно друг с другом, то есть, есть ли что-то по поводу чего вы познакомились, да? Есть ли вот у вас это что-то, если есть общее дело, если есть некая духовная близость, то спад влюбленности не страшен. Потому что за этим, за, ну, за спадом влюбленности придет, по сути, что-то другое, что-то... более взрослое, более зрелое, более крепкое, более адекватное, более стабильное. Вот. Ну, вот, как вот, я это вижу. Ага, если этого нет, ничего. Да? То есть, если есть, если есть проблема как раз с общим между вами, да? То здесь, к сожалению, ничего не поделал. И здесь нужно только смотреть на то, как... Вот как бы вы могли сделать так, чтобы это общее у вас все-таки появилось, появилось бы, чтобы оно все-таки, ну, стало реальным, да? Вот. То есть, это вот то, что по факту вы можете сделать. Потому что страсть, страсть, как бы вы не пытались ее удержать, она не будет какой-то такой постоянной, ну, постоянной величиной. Да, не будет страсти. Потому что это невозможно. А вот любовь, да, любовь. Крепкое, взрослое, зрелое чувство, которое может быть у вас. Вот это вполне реально. Вполне реально встретить. И... Вполне реально... Насобто... Получить. Но... Для этого... Нужно... Еще раз повторяю. Для этого необходимо... Стараться... Работать над отношениями. Может быть, да. Развивать отношения. Вот. Стремиться к тому, чтобы они были более... Духовно близкие. И... Необходимо постараться понять... Так же... И то... Что... Такой важный момент... Еще есть... Что... Старые и прежние отношения вернуть... Вы... Скорее всего... Не сможете. По... Прибравской причине... Вот... Что... Опыт... Который вы... Ну... Получили... Опыт... Который у вас... Ам... Имел место быть... Он уже, этот опыт есть, то есть вы уже узнали себя, ну вот, скажем, с определенной стороны. И прежние отношения, то есть вернусь, как было изначально, когда вы там, грубо говоря, друг друга не знали, возможности не представляются. Но можно то, что есть, преумножить, развить и так далее. Здесь важно задать вопрос, какое поведение нравится, например, мужчине, какое поведение нравится, например, вам, ну, женское. Что вы делаете для того, чтобы раскрывать свою женскую модель поведения? Что вы делаете для того, чтобы раскрывать мужскую модель поведения? Ну, какое, какое женское поведение, например, нравится мужчине, да? Вот. Вот это все нужно обязательно отслеживать, да? И реализовывать. Дальше. Вполне возможно, вполне возможно, что вы в отношениях своих проводите слишком много времени. Ну, то есть не даете друг другу личного пространства, то есть слишком циклитесь друг на друг. В этом случае рекомендуется, значит, поделать что-то для себя. То есть больше внимания уделять именно себе. Самостоятельно, ну, самостоятельно базовать себя, самостоятельно там, заботиться о себе, самостоятельно делать для себя что-то. Вот. То есть, грубо говоря, как можно меньше, ага, зависеть от партнера, да? Вот. Как можно меньше, эм, требовать, требовать от партнера. Того, что, ну, вот, эм, нужно вам. Дальше, эм, следующий важный момент. Этот момент такой, что произошла, произошла какая-то история, какая-то ситуация, да? Возможно, эм, вследствие чего, вследствие которой, э, вследствие которой, то есть, вот, в результате этой ситуации. А, у вас, эм, значит, эм, пробава страсти. То есть, эм, такая же история, так же может быть. То есть, нужно, нужно, эм, проанализировать, что происходило в ваших отношениях, в результате чего, эм, 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 страсть пропала. Вот. Это необходимо тоже сделать. Дальше, эм, проблема, она по себе, да, проблема, что отношения стали бытым, она так же является для кого-то. То есть, она может являться, эта проблема, проблемой для вас, а может являться проблемой для, только, ну, для вас обоих. И в таком случае, тогда, обращаться нужно, не только вам за помощью, но и, эм, значит, вашему мужчине тоже. То есть, чтобы не только вы работали, да, но чтобы и мужчина, если он считает, что это проблема. Потому что, ну, поведение, корректировать, эм, будете вы, вы вместе, а не только, он один. Да, это бы, это было бы нечестно, по отношению, по отношению к вам. Вот. Дальше. Следующий важный момент. Если для вас эта проблема только, то почему для вас эта проблема? Чем эта проблема для вас? Что вы чувствуете? Какие ощущения вы испытываете? Когда еще, когда еще вы испытывали подобное, ну, ну, то есть, вот, вот, испытывали ли вы когда-нибудь что-то подобное? Может быть, опустошенность, может быть, обиду, может быть, страх, эм, там, ну, может быть, эм, страх быть брошенной, или, может быть, эм, отсутствие любви-любви, то есть, вы чувствуете, что, как бы, как бы, как бы, эм, что вас, эм, меньше любят, например, да, и так далее. То есть, вот, вот эти все аспекты, вот эти все моменты тоже нужно, эм, выяснить. У вас есть, эм, некоторые определенные желания, касающиеся, вот, ну, вот этой ситуации в целом. Да? То есть, ну, вам, например, может, эм, хотеться, чтобы была страсть и, чтобы были, ну, чтобы были, эм, отношения как раньше. Но почему? Для чего? Какие ваши желания связаны с этим? Вот. Это, эм, тоже нужно обязательно определить. Вот. Может быть, вы ревнуете, например, эм, или боитесь, допустим, допустим, боитесь, эм, что, эм, ну, что мужчина уйдет, например, ну, или, да, ваш молодой человек уйдет. То есть, ему станет, эм, с вами, например, неинтересно. Вообще. Вот. Эм, такой тоже может быть, может быть. Такая история тоже вполне, вполне реальна. Вот. И, и, если, если, эм, эта история действительно реальна, да? Вот. Что? Это уже ваши особенности. Это уже ваша неуверенность в себе, это уже ваши страхи. И, может быть, может быть, именно они и привели по факту, эм, к тому, да, что, вот, ваши отношения стали хуже. К тому же, эм, нужно, эм, выявить, эм, ваши оценочные характеристики. То есть, что вы, грубо говоря, эм, подразумеваете под, эм, ну, под отсутствием страсти? Что вы подразумеваете под бытом? Что есть быт для вас? Как вы относитесь к быту? Ведь, если ваши отношения с молодым человеком серьёзные, то вам придётся разделить с ним свой быт. И к быту относиться нужно позитивно. То есть, именно в быту, в быту, в маленьких моментах находить счастье, удовольствие, радость и какие-то, эм, ну, какие-то ещё ваши, важные аспекты. Если этого ничего нет, если постоянно стремиться только к, эм, ну, к каким-то, вот, необычным эмоциям, к новым, к ярким, то так можно, эм, значит, и себя вогнать в постоянную неудовлетворенность и молодого человека, эм, значит, эм, ну, молодого человека, эм, убедить в том, что он не может, эм, например, эм, допустим, эм, значит, сделать девушку счастливой. Ну, грубо говоря. Вот, так что, эм, задача, которую вы ставите, невыполнима, ровно как и эм, феномен ностальгии, да, вот просто, эм, подумайте, что-то, 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 что-то есть ностальгия. Вот, я сейчас не буду, эм, раск, а, ну, не буду обробно об этом говорить, но вы просто вот можете, эм, в интернете будем посмотреть, эм, что есть ностальгия, да, вот, что она из себя представляет. И, соответственно, вы можете, эм, увидеть, увидеть определенные сходства между тем, что, вот, чувствуете вы, хотите вы, желаете вы, да, и тем, что эм, испытывают люди, эм, ностальгируя. Вот, вот, вот так. Эм, суммируя, все вы сейчас сказанное, эм, хотелось бы, эм, резюмироваться, что для того, чтобы отношения не, эм, приношались в быт, необходимо сохранять, во-первых, личные границы и элемент личной независимости. Во-вторых, эм, поддерживать в мужчине определенный тонус, в плане того, чтобы он, например, эм, боялся вас потерять, или чтобы он ценил вас, или чтобы он видел, что вы, эм, там, ну, не до конца, может быть, не полностью принадлежите ему, то есть, вы общаетесь, там, с другими мужчинами, взаимодействуете активно и так далее. То есть, чтобы вы не создавали, эм, у него ощущение спокойствия. Вот. Это, я надеюсь, понятно. Эм, значит, помнить о, эм, своей модели, о своей модели, эм, женского поведения, поведения и эм, провоцировать, если угодно, провоцировать мужчину на, эм, скажем так, на эм, эм, его модель мужского поведения. Вот. И, эм, убедиться в том, что вами не движут ваши страхи, ваши переживания, эм, комплексы и некие, эм, проявления негативного сценария, идущего из детства по, эм, например, вопросам того, как должны, эм, выглядеть и быть отношения. Ну, например. То есть, например, вы можете, эм, грубо говоря, эм, бояться, эм, чего-то, да, то есть, бояться, там, быть брошенной или что-то еще. Проанализировать, нет ли ревности, нет ли страха остаться одной, просто одной, то есть, не быть брошенной, а именно просто одиночеством. Эм, что можно расценивать, как не принять, не принять себя, допустим, допустим, допустим. Вот. А, вот, эм, это то, что я хотел вам сказать. Надеюсь, что мой ответ вам помог. А, если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. Ага. Я буду рад помочь вам по дополнительным вопросам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго, удачи. И последняя рекомендация моя будет такая. Такая. Эм, поменьше думайте, да, поменьше включайте голову в отношениях, поменьше анализируйте и побольше доверяйте своей спонтанности, именно активности. Именно активности, именно спонтанности, творчеству, эм, импровизации. Эм, вот, каким-то детским моментом, наивным может быть где-то, да. Потому что, именно через, эм, детское состояние, через, эм, детские проявления, люди и обретают ту самую страсть и истинную близость. То есть, не бояться показаться глупыми, не бояться показаться, ну, какими-то еще. Всего вам доброго и удачи еще раз.